Добрый день. Ну, наверное, свое выступление. Хотелось бы начать с того, что, в принципе, история точного земледелия – это огромное количество направлений. Это и техника, это и цифровые сервисы для сельского хозяйства. Но хотелось бы отметить о том, что компания «Энтера» имеет, по сути, на своей платформе как приложение для скаутинга, которое, в принципе, включает в себя довольно-таки хорошую историю, когда можно взаимодействовать с нескольким участниками рынка, к примеру, производителем местицидов и, конечно же, представителем макропроизводства, что хорошо влияет на такую некую коллаборацию, взаимодействие, ага-сопровождение и так далее. Конечно же, это история о ведении хозяйства, ведении всего цикла агропроизводства, от планирования до уборки. Но это, конечно, не основная тема моего выступления. Об этом и по всем вы можете сегодня послушать. Подойди к нам на стенд. Располагаемся мы в четвертом павильоне на стенде Д-215, если я не ошибаюсь. Но в целом хотел бы я сегодня поговорить, наверное, о более узкой тематике. Сегодня также здесь из спикеров есть представители, которые тоже занимаются этой темой. Это все-таки тема связана с почвой. Мы также идем в двух направлениях. Первое направление – это история с карбоновыми кредитами, с, в принципе, наверное, сокрытием углерода в почве. Но о нем я также не буду сегодня рассказывать здесь. Можно послушать будет у нас на стенде. Если говорить в целом, наверное, о точном земледелии, в части почвы, можно выделить историю того, что, наверное, все поля неоднородны. Ну, кроме футбольного поля. И как было бы ни печально, это так. Поэтому мы предлагаем, по сути, несколько историй, которые могут помочь побороться с этим плодородием почвы и выйти на новый уровень здесь и сейчас. Разделить эту историю можно тоже на две. Вообще, в принципе, если говорить, прежде чем рассказывать о разделении этой истории, хотелось бы сказать, а что такое вообще точность земледелия в нашем понимании именно узконаправленном, и для кого оно вообще требуется. Требуется это, в первую очередь, для тех людей, которые готовы к этому идти. Если аграрий не готов идти в сторону точного земледелия, не готов использовать какие-либо инструменты, работать с этим аграрием довольно-таки тяжело, и повышать его рентабельность практически нереально. Поэтому мы говорим о том, что, в принципе, можно точно земледелие, земледелие оппозиционировать за двумя части, то можно разделить всю историю на два типа. Можно побороться с этим классическим способом проведения агрархимобследования, выявления каких-то зон, дальнейшей работы над этими зонами, в части, там, не знаю, внесения удобрений, глубоких рахлений и так далее, и так далее. Если существует целый комплекс мероприятий по исправлению этой ситуации, и можно отработать здесь и сейчас, и заработать какие-то дополнительные деньги на гектар, либо произвести довольно-таки хорошую экономию. Сегодня я покажу реальные примеры, которые встречались, увы, по-моему, в центральной России сейчас, на данный момент, в нашей компании, но я надеюсь, в дальнейшем это будет и по Краснодарскому краю. Если говорить о истории восстановления агрархимобследований, если говорить об истории агрархимобследований, что хотелось бы отметить? Наверное, мы понимаем историю того, что агрархимобследование по классическому способу, через элементарные участки, это история, которая, наверное, себя уже отжила, и каких-то таких эффектов хороших не дает. Я все чаще и чаще на встречах с предприятиями, в хозяйствах особенно, слышу историю о том, что приехали, обследовали, но результата как такового нет. Все зеленое, на картах все хорошо, но по факту как бы в поле все не очень радужно. Именно поэтому мы предлагаем несколько способов выявления проблем. В первую очередь мы с помощью спутниковой съемки и с помощью снимков можем построить некий рейтинг продуктивности полей и выделить разницу по продуктивности внутри культуры. После построения этого рейтинга нам остается просто по каждому полю разбить его на, скажем так, некие зоны продуктивности. Эта история связана с наложением карт спутниковой съемки друг на друга и выстраивания вот таких вот, скажем, картинок, которые показывают, а где, скажем так, растение развивается лучше, где развивается хуже. Дальше уже стоит выявить причины этого. Для этого мы в системе строим некие элементарные участки, но они не связаны с классическим методом. Можно построить элементарные участки по зонам продуктивности и создать карту задания. Вернее, система поможет вам создать карту задания для обследования и уже обследовать поле, скажем так, на новом уровне. Мы также помогаем в части обследования с компанией, мы взаимодействуем с компанией Агроанализ, мы с ними являемся партнерами, и они помогут провести комплексное агрофивообследование под ключ. Но все же эта история довольно-таки долгая и длительная. В части того, чтобы получить результат, нужно как минимум год, а то и два-три, чтобы хотя бы увидеть какой-то эффект, ну и чтобы выйти на какие-то результаты, повысить свой агрофон. Это в районе пяти лет. Поэтому я также хотел бы затронуть, наверное, историю того, а как можно заработать здесь и сейчас, сократить затраты, к примеру. По сути, можно разделить три истории о растеневодстве с классическим силоборотом. Разделить всю историю дифференцированного внесения на три части. Первая – это, конечно же, неоднородность по скорости созревания, это неоднородность по потенциалу урожайности и неоднородность по количеству растительных остатков, что тоже, кстати, немаловажно. Если говорить, наверное, в целом о каждом из этих направлений, то в каждом можно выделить определенные процентные соотношения, насколько можно сэкономить, насколько можно заработать и так далее. Но хотелось бы отметить о том, что инструменты нашего приложения, Скайскал, дают возможность построения зон продуктивности как оперативных, так и интегральных. Чтобы вам было понятнее, просто стараюсь расшифровать. Интегральные зоны продуктивности – это история, которая дает возможность вносить основные виды удобрения под основное внесение. Это возможность проводить дифференцированный сев. Ну и оперативные зоны продуктивности – это возможность работы здесь сейчас с подкормками, возможность работы с дифференцированной диссекацией, возможно, обрысквиванием в зависимости от ситуации, если там, например, пары. Это возможность подкормки. И, повторюсь, да, и это возможность максимально эффективно прорабатывать историю дифференцированного внесения. Хотелось бы также отметить, что наши зоны продуктивности, которые мы строим, мы даем, во-первых, мы даем возможность строить их самостоятельно. А что, для чего это делается? Под каждую задачу нужны свои зоны продуктивности. Нельзя по одним и тем же зонам продуктивности отработать, скажем так, и с диссекацией, и с внесением подкормки, к примеру, разбрасывателем. Почему? То есть мы даем возможность построить разный объем зон продуктивности от 2 до 7. Мы даем возможность построить разного размера зоны, что, в принципе, характерно и для разбрасывателя, и для опрыскивателя. То есть если у вас опрыскиватель работает, к примеру, и есть отключение по форсуночной, то, конечно же, нужно строить зоны плодородия с минимальным размером зоны. Это все в нашей системе присутствует. Что бы хотелось отметить дополнительно? Наверное, сейчас, на данный момент, мы единственная компания, которая дает возможность работать со сложными картами задания. Что это такое? Появляется сейчас все больше и больше умной техники, когда можно и посеять, и внести удобрения одновременно, да еще и с разных бункеров, да еще и разного удобрения. Так вот, в нашей системе можно объединить абсолютно все эти карты задания и вносить одновременно. Соответственно, что дает максимальный эффект, максимальный урожай. Ну и хотелось бы, наверное, рассказать о живых примерах, потому что это, наверное, самое основное, что интересно фермерам, да и не только фермерам, любому производителю. Хотелось бы рассказать историю о хозяйстве, скажем так, о нашем первом опыте, когда я только-только закладывал данный инструмент в хозяйстве впервые. Это компания «Русский ячмень», которая находится в Курской области. Здесь название у нас немножечко мы поменяли для того, чтобы не показывать реальное, но буду рассказывать все-таки на реальном. Так вот, в компании мы впервые проводили дифференцированную диссекацию. Чего мы добились? На дифференцированную диссекацию соя. На дифференцированной диссекации соя мы смогли сэкономить порядка 240 рублей на гектар диссеканта. Ну, давайте представим, что у вас там тысячу гектар сои, подсолнечника, не знаю, еще чего-то, тех культур, по которым вы проводите диссекацию. Я думаю, математика элементарная. Посчитать ту экономию довольно-таки просто. Если говорить о эффективности, ну, давайте я скажу в Рои. В Рои это порядка 900%. Я думаю, это довольно-таки хорошо. И хозяйство, в котором мы заложили опыт, и в данном случае мы заключили контракт, это хозяйство находится под патронажем Даном, хозяйство Вербиловска. В прошлом году мы, в этом году, мы закладывали опыт о дифференцированную севу как раз-таки по сложной катре. Сами знаете, что год был у нас довольно-таки простой. И сегодня также коллеги говорили о том, что год в году рознь и простых лет, наверное, никогда не было. Так вот, какая ситуация получилась? Мы посеяли дифференцированно, посеяли по хозяйственному способу. В итоге по хозяйственному способу просто лег. И помимо экономии семян, которые мы смогли добиться с помощью дифференцированного севера, мы также смогли выиграть еще и на урожайности за счет данного мероприятия. За счет того, что мы оптимально по озонам смогли распределить удобрения, смогли распределить семена, просто культура смогла выжить и нормально дать результат. На этом, наверное, у меня, в принципе, все. Можно записать мои контакты будет. Ну и хотелось бы сказать о том, что цены, наверное, я пропущу, не стоит об этом. Хотелось бы сказать о том, что всегда будем рады рассказать вам более подробно. Приходите к нам на стенд. Ну и если есть вопросы, прошу. Есть вопросы, пожалуйста, Денис, поваляем. Ну я так, без микрофона, да, спешу? Вы говорили о зонах нагретней продуктивности и об агрохимии. Вот можете поподробнее о том, как эти зоны нагретней продуктивности получаются у вас и как это с агрохимией дружбы, потому что вроде как подхода прокомбинирована у вас или нет. Ну, не понял. Ну, смотрите, давайте начнем с зоной продуктивности. Зона продуктивности – это съемка за большой период времени. Ну, в нашем случае это 10 лет. 10 лет съемки, которая накладывается друг на друга и получаем вот такую картинку. Давайте я еще даже отлистаю, покажу вам повторно. Вот такую картинку мы получаем. Что это такое? По сути, как бы, любая съемка, если мы ее преобразовываем через инструменты, я получаю энергию из продуктивности, поле, мы можем понять, как бы, ситуацию, а где культура, как развивается здесь и сейчас. В итоге мы накладываем эти снимки за определенный период времени, когда культура уже начала развиваться, и за определенное время до уборки. То есть, в пик вегетации, по сути, когда происходят активные вегетации. За счет этого мы получаем вот там определенную картинку. Эту картинку мы калибруем с года в год и получаем определенную историю. Помимо того, что машинное обучение, скажем так, машина сама производит вычисления и создает зоны продуктивности, мы также не исключаем истории, что из года в год бывают какие-то моменты, когда, не знаю, над полем пролетел какой-то самолет, чем-то обрызгал, все погорело, и, по сути, год был непродуктивный. Мы даем возможность исключения этой съемки, соответственно, для того, чтобы максимально точно калибровать и создавать более точные зоны плодородия, соответственно. То есть, это десятилетний композит? Это десятилетний композит, да. И на основании этого десятилетнего композита мы уже строим зону продуктивности. с элементарной участки. Агрохима – это центр для модистов? Далее уже по элементарным участкам строится карта задания для агрохимоотследования, и компания может смело пройти уже по точкам с GPS-привязкой, отобрать образцы, и в дальнейшем внести результаты и получить карту агрохимоотследования по каждому элементу, по каждому способу агрохимоотследования и так далее. Смотрите, есть еще вопросы? Я вопрос, если можно. А дальше норму саму? Кто устанавливает? Норму внесения удобрения? Норму внесения удобрения устанавливает само хозяйство. Ну, скажем так, я могу посоветовать историю того, что нужно внести и 300, и 400 килограмм. Давайте будем честны, если говорить о истории агрохимоотследования, даже каждая компания, которая проводит агрохимоотследование, дает свои нормы, и они очень сильно разнятся. Мой опыт работы в свое время в компании РусАгро и, скажем так, отправки образцов в компании Зульцукер в Германии дал результат того, что от САСа Белгородского разница по количеству действующего вещества разнилась порядка 100 килограмм. То есть каждая лаборатория дает свои рекомендации. Мы не вправе давать рекомендации, мы это даем на откуп хозяйству. Мы можем лишь помочь распределить удобрения от средней нормы, которую задает хозяйство по каждой зоне, исходя из индекса продуктивности, соответственно. И вы бы как их не давали сюда? Вносить больше удобрений в зеленые или на оранжевые участки? Ну, опять же, повторюсь, это все-таки, наверное, провокационный вопрос. И здесь выбор остается... Это ключевой вопрос, который... Нет, здесь выбор остается за каждым, я считаю. Либо мы хотим восстановить плодородие, либо мы хотим заработать здесь сейчас. Это выбор каждого. Провокационный ответ. А как вы восстановите плодородие при помощи селитры и кассы? Это же основные удобрения. Селитры и кассы, наверное, мы не восстановим, но есть основные удобрения, основное вынесение, с помощью которого также можно работать дифференцированно. Плюс мы сейчас идем в сторону истории как раз-таки накопления углерода. Мы являемся официальным партнером компании Агора, которая... Это европейская компания, которая занимается как раз-таки выдачей карбоновых кредитов, что позволяет переходить на более энергосберегающее производство, на более... переходить на историю, скажем так, более щадящего производства и с помощью уже этих инструментов восстанавливать кумусный слой и так далее. Спасибо.